итак друзья вы купились и камеру зеркальную или беззеркальную в плане настроек это не имеет большого значения у меня камера canon eos rp и в сегодняшнем видео на примере этой камеры я покажу как настроить камеру с нуля сразу после покупки в беззеркальных камерах вы увидите настроек немного больше это прежде всего связано со спецификой данной системы но если у вас зеркальная камера то большинство настроек будут идентичные такие же как и в беззеркальной если у вас камера младше чем моя у вас настроек будет немного меньше если старше настроек немного больше но основополагающие настройки они идентичны также друзья если у вас камера не canon eos rp а sony nikon или fuji то большинство основных настроек будет идентичные разница лишь будет в дереве каталога так как настройки интерфейс камер у каждого производителя свой собственный также друзья я хочу добавить что настройки которые мы сегодня выставим ни в коем случае не являются каким-то твердым правилам панацеей и они конечно же могут изменяться в связи с изменением предпочтений фотографа условий в которых он работает и других требований которые фотограф окружают canon eos rp у меня недавно я с ней еще очень близко не познакомился но я больше чем уверен что те настройки которые я выставлю на 90 процентов так и останутся неизменными и те функции которые по моему мнению малозначительные которыми я не пользуюсь извините но я буду пропускать иначе если мы будем останавливаться на каждой вкладке настроек у нас с вами получится длинная никому не нужна и техна и видео поступительной части вроде бы все давайте приступим к настройкам итак друзья включаем меню первое что нам выпадает это качество снимка если мы зайдем дальше то мы увидим здесь два формата ролл это сырой формат и нижняя строчка соответственно jpeg если вы работаете с клиентом или над каким-то проектом и вам необходимо оперативно передавать свои снимки вам конечно лучше сохранять и raw и jpeg файл причем не обязательно или можно маленького размера для того чтобы показать своему работодателю снимок над которым вы дальше будете уже работать соответственно в raw формате если мы работаем для себя если это чисто творчество для экономии места на карте памяти можно оставлять один формат я работаю только в формате поэтому я оставляю единый формат raw файла для этого я верхним колесиком не у 10 подсказывают выбираю ролл это самый большой есть еще один сиро это более облегченный формат raw файла я его использовать не буду я сохранил свои старые привычки поэтому верхней строчке я выставляю raw в нижней строчке я ставлю минус дубликат фотографии формата jpeg мне не нужен кликаем ok далее кадрирование сторон я оставляю полная как стоит по дефолту квадрат 11 16 9 мне не нужно я этот кроп легко выставлю при обработке время просмотра многие отключают я оставляю что это это после того как вы сделаете снимок две секунды показывает вам изображение потом вы возвращаетесь назад к тому что происходит перед вашим объективом ну мне так нравится я люблю когда фотография мелькнула мне двух секунд достаточно для того чтобы разглядеть нет ли там смаза основные так сказать качественные характеристики снимка и работать уже дальше спуск затвора без карты обязательно выключаем друзья мои ставим запрещен если вы поставите запретите у вас будет гореть of the camera лишний раз вам напомнит что карточка у вас фотоаппарате не стоит это очень удобно и очень нужно иногда спасает и выручает идем дальше коррекции объектива периферийное освещение искажения у меня выключены хроматические аберрации коррекция дифракции я поставлю включенные если камера на момент съемки умеет устранять хроматические аберрации почему бы этим не воспользоваться управление вспышкой с камеры пропускаем я не работаю со вспышками компенсации экспозиции это вам нужно когда вы работаете с брикетингом экспозиции и снимаете кадр для того чтобы потом получить качественный хороший hdr это пока мы пропустим это выставляется для съемки для первичной настройки камеры это не нужно настройка чувствительности iso при съемке я пользуюсь автоматически и вручную выставляю уже во время обработки но мы можем выбрать диапазон для чего это нужно друзья но это нужно прежде всего для того чтобы обезопасить вас от брака каждая камера имеет определенный запас прочности по и со скажем так и после определенного значения у вас появляется много шумов чтобы избежать этих шумов вам необходимо искать дополнительный источник освещения или использовать штатив но если вам камера лишний раз не будет об этом напоминать о необходимости использовать свет и штатив то вы скорее всего на делаете много брака и будете потом недовольны поэтому сами определяете какой предел по iso для вас допустим какое значение является пограничным после которого идет брак и выставляете вот в этом окошке я поставлю 3200 это тот максимум на котором я привык снимать выше уже идет цветная каша шумы мне это совершенно не нравится кликаем ok то же самое делаем и в автоматическом диапазоне максимальную выдержку не трогаем идем дальше настройки чувствительности iso для видео я трогать не буду здесь как правило запас прочности может быть немного больше ну и потом с видео я практически не работаю поэтому эти настройки мне не особо в данный момент интересны автокоррекция яркости я отключаю приоритет цветов я уже как-то вам говорил в предыдущем видео по поводу настройки камеры что есть вот такое замечательное меню и канон в новых камерах ну не знаю с какого поколения это началось помимо d плюс начал использовать еще и d плюс 2 для чего нужны друзья эти настройки эти настройки в первую очередь необходимы если вы снимаете что-то очень светлое или что-то белое например съемки на снегу и для того чтобы вас нет получился не засвеченным чтобы он был структурирован красиво проработан на изображении отображались все пиксели вам необходимо выставить d плюс либо еще более сильную настройку d плюс 2 но при этом необходимо учесть тот фактор что вы теряете один шаг iso и вместо минимального значения iso 100 у вас будет минимальное значение 200 поэтому пользуйтесь обязательно этой функции но только тогда когда это необходимо я оставляю запрещен ok что не особо влияет на съемку пропускаем двигаемся дальше в четвертый раздел баланс белого стоит автоматически я и управлю как уже сказал при обработке ручной баланс белого обычно выставляется при съемках студии когда точно в кельвинах известна температура ламп освещения на камере выставляется баланс белого соответствующий балансу белого на лампах в кельвинах сдвиг брикетинга это для творческой профессиональной съемки мы с вами использовать не будем цветовое пространство конечно же srgb это обязательно что касается стиле изображения друзья мои если вы снимаете только в джипег то вы можете либо выбрать вот из этого богатства какую либо настройку либо настроить сами вручную подредактировать абсолютно любой показатель и пользоваться им и тогда эти настроечки будут сохраняться но только внимание именно в джипег файлов на raw файл эти настройки никак не влияет поэтому если вы снимаете в raw формате то вы можете выбрать здесь абсолютно любое значение она никак не повлияет на качество изображения которые в итоге вы получите когда начнете обрабатывать далее 5 раздел шумоподавление при длительной выдержки отключаем шумоподавление при высоких iso отключаем шумодавы нам не нужны съемка при касании и то есть во многих сенсорных экранах мне это не нужно потому что любое случайное касание у меня будет лишний ненужный мне снимок поэтому я его выключил и дальше идут у нас три творческих режима мультиэкспозиция это для того чтобы накладывать одно изображение на другое режим hdr он сейчас отключен соответственно если я включу то камера будет делать несколько снимков и сшивать их ведь hdr но есть одно но исходный файл который получается после сшития он формата jpeg поэтому мне лучше hdr получать самостоятельно это снимать с брикетингом экспозиции и после этого сшивать уже в lightroom либо photoshop ну я это делаю чаще в lightroom не так больше нравится брикетинг фокуса это тоже у нас творческий режим эта настройка нам нужно когда мы снимаем предметку или скажем макро для чего это нужно когда снимается макро тогда гриб зона резкости очень маленькая но в предметке необходимо когда вы снимаете кольцо или часы какое-то украшение вам необходимо чтобы весь предмет находился в резкости для этого здесь есть вот эта вот функция мы ее как-нибудь разберем с вами отдельно на этом подробно сейчас останавливаться не будем давайте двигаемся дальше 6 раздел подавление мерцания включена остальное пропускаем этим я не пользуюсь мне это при съемке не нужно интервал таймер для чего это нужно это нужно для того чтобы сделать серию снимков то есть я выставляю количество кадров выставляю интервал ставлю например камеру на штатив ставлю на таймер навожу резкость встаю перед камерой сам себя фотографирую могу позировать танцевать 7 раздел функция автофокуса мы с вами выставляем он shot один кадр мне это нравится больше для съемки лучше применять именно эту настройку тогда у вас будет фиксироваться автофокус вот таким вот образом сейчас квадратик загорелся зеленым и я делаю кадр если вы поставите значение серво то у вас автофокус постоянно будет рыскать и искать наиболее лучшее оптимальное значение мне при съемке это совершенно неудобно давайте я покажу как это работает ставим и серво сейчас я микрофон подставлю вот смотрите что происходит автофокус рискает не может зафиксироваться при фотографии это абсолютно не нужно идем дальше метод автофокусировки я ставлю слежение по лицу и включая автофокус с обнаружением глаз на этой камере я уже опробовал метод автофокуса мне очень нравится причем его можно оставлять для любой другой съемки для архитектуры для street это очень удобно автофокус очень цепкий как-нибудь позже я вам продемонстрирую как он работает непрерывный автофокус включаем давайте теперь поставим настройки автофокуса с перетаскиванием для этого мы включим эту функцию способ положения сделаем относительно и сенсорную область выберем верхнюю правую область и теперь друзья когда мы сделали эту настройку когда мы снимаем через видоискатель то мы можем просто вот этой правой областью наводить значение автофокуса причем так как мы выставили значение относительно они абсолютно и можно вот таким вот движением скролить также как вы делаете мышкой то есть двинули пальцем значок автофокуса передвинулся и зафиксировался двинули еще раз он двинулся дальше очень удобная функция вообще шикарная мне очень понравилось 8 раздел ручная электронная фокусировка у меня выключена я ей не пользуюсь это нужно для того чтобы вручную наводить резкость ну возможно для тех кто фотографирует макро или предметка им эта функция нужна включение лампы помощи автофокуса если мы этот режим включим то при слабом освещении у вас будет загораться лампочка которая будет как фонарик направляться в сторону куда смотрит объектив подсвечивать это место и помогать фокусироваться но там где нет света я не снимаю потом эта функция будет высаживать батарейку ну и вообще она мне не нравится она постоянно светится меня это скажем так раздражает поэтому я это дело выключаю настройка выделением цветом механического фокуса чувствительность высокий цвет красный 9 раздел здесь у нас идет параметр видеозаписи я выставляю максимальную что может позволить эта камера это full hd 50 fps запись звука автомат ограничение и с отключена видео серого а.ф. включена и медленный автоматический затвор запись видео с плавным передвижением объекта в условиях недостаточной освещенности и автоматическое осветление при записи видео в условиях недостаточной освещенности я пока еще не испробовал как работают эти режимы поэтому оставляю запись видео с плавным передвижением объекта окей дальше мы переходим в следующий раздел это касательно изображений я его полностью перелеснул это нужно для того чтобы смотреть изображение смотреть слайд-шоу это нам для съемки не понадобится это каждый сам покопается и посмотрит дальше давайте посмотрим что у нас в этой папочки где ключик так я буду пропускать там где нет настроек автоповорот вот мы с вами включим только на компьютере и теперь когда вы поворачиваете камеру если вы сфотографировали вертикальный снимок то он будет отображаться соответственно на весь экран и камера не будет его переворачивать потому что но это на самом деле не очень удобно справа у вас черный фон маленькая фотография которую не разглядеть лучше смотреть так как ее фотографируешь и пусть она будет зафиксирована форматирование карты указатель режима руководства в данной камере есть руководство красивые картинки которые подсказывают как настроить куда чего нажать если вас это смущает если вам не нужно можете руководство запретить у меня пока разрешено мне так интереснее общаться с моей камерой экономический режим выключена яркость дисплея стоит по дефолту ну соответственно дата время зона выставляем так далее третий раздел ключика тебе стандарт ставим пол это все при съемке нам не нужно пропускаем четвертый раздел производительность видоискателя здесь есть два режима либо экономный режим при этом видоискателя будет показывать немного хуже и плавный режим я выбираю плавный далее дисплей вы можете выбрать дисплей с рамкой поменьше мне такой не нравится я оставляю на весь экран настройка дисплея здесь в рпишке когда вы подносите глаз к видоискателю у вас экран тухнет вы можете сделать так что этот кран вообще не будет светиться можете настроить так что экран только будет светиться видоискатель не будет и можете настроить таким образом чтобы вручную переключаться между экраном и видоискателем я оставляю по дефолту автоматическое значение мне так нравится я уже попользовался поэтому здесь я менять ничего не буду так неинтересное пропускаем идем дальше настройки беспроводной связи gps это мы с вами поговорим отдельно в этом видео на этом заострять внимание не будем настройка пользовательских режимах информация областных правах блокировка управления здесь сверху камеры есть кнопочка лог и для того чтобы при съемке случайно не задеть какую-то кнопку и не сбить настройки мы можем зафиксировать настройки и вот это как раз меню говорит какие настройки мы фиксируем так двигаемся дальше здесь у нас профессиональные настройки мы здесь глубоко ковырять с вами не будем настроим только то что необходимо авто отключение брикетинга включить так экспозиция шаг изменения экспозиции наиболее меньший шаг по дефолту я так оставляю здесь тоже шаг маленький ничего это не трогаю авто отключение брикетинга у меня включена вот теперь что касается порядок брикетинга здесь то и три настроечки по дефолту когда вы снимаете брикетингом у вас сначала идет снимок с нормальной экспозиции потом недоэкспонированный потом переэкспонированные ну мне так не очень нравится я люблю снимать чтобы по центру у меня стояла нормальная экспозиция слева не доэкспозированные справа экспонированный я всегда пользуюсь вот именно этой функцией так выбрали позицию номер один минус 0 плюс идем дальше здесь количество кадров при брикетинге мне 3 хватает вы можете выставить больше 25 либо 7 безопасность двиг запрещен мне не нужно чтобы камера вносил изменения в настройки режим фиксации автоэкспозиции после фокусировки я пока еще не изучил оставляю по дефолту переходим дальше автофокус поиск при невозможности достижения автофокуса конечно же продолжать здесь оставляем все по дефолту ориентированная точка автофокуса одинаковая для вертикального и горизонтального положения камеры здесь можно настроить чувствительность автофокуса ускорение замедления слежения у меня все стоит по дефолту и это скажем так уже для изучения и для пристреливания камеры под себя под свою руку под свои требования здесь и значение по дефолту вот интересно 5 раздел в этом разделе для фото и для видео можно назначить на любую кнопку практически любое управление это очень удобно я пока еще только изучаю у меня стоит по дефолту пока как стоит меня вполне устраивает и что еще мне нравится в камерах canon это можно составить полностью свое меню это необходимо для быстрого доступа к тем функциям которыми вы наиболее часто пользуетесь для этого нажимаем добавить вкладку мое меню окей кликаем настроить выбрать пункты для регистрации так давайте мы пройдемся и я расскажу чем я чаще всего пользуюсь так мы ставим компенсацию экспозиции для того чтобы фотографировать брикетинге когда это необходимо чтобы не рыться и не искать где она у нас сидит окей добавили я выбираю выбрать папку это не необходимо для того чтобы создать новую папку для конкретной сессии окей добавляем папку форматирование карты также бывает очень часто нужно когда вы вставляете карту она у вас заполнена вы бежите на съемку вы точно помните что вы все фотографии слили на компьютер но карточку почистить не успели и эта функция очень удобно когда находится под рукой можно форматнуть очень быстро не копаясь в настройках добавим окей также я часто меняю пользовательские режимы мы к ним вернемся отдельно добавляем в наше избранное меню настройки беспроводной связи давайте поставим и я ставлю интервальная съемка это у меня таймлапс я этим пользуюсь это должно быть под рукой окей все я полностью заполнил свое меню теперь все что нужно у меня под рукой здесь можно добавить несколько меню даже наверное много я пробовал три дальше уже не пошел не стал смотреть потому что ну трех это точно за глаза можно настроить например одно избранное меню для фото 2 избранное меню для видео очень удобная функция и давайте теперь перейдем к пользовательскому режиму съемки c1 c3 вот здесь вот на колесике есть эти режимы это очень удобно как это дело работает итак сначала вы выставляете необходимые вам настройки абсолютно все на камере и потом эти настройки регистрируете вы их можете сбросить и можете либо запомнить изменения вот сейчас стоит запретить либо разрешить это то есть если вы сохранили настройки в своем режиме c1 c2 или c3 выбрали при съемке но в процессе съемки вы вносите какие-то изменения как раз вот здесь вы можете эти настройки либо сохранять либо их не сохранять и когда вы следующий раз вернетесь к своему пользовательскому режиму то они соответственно у вас будут либо с внесенными изменениями либо с теми настройками которые вы выставили изначально пользовательский режим также очень удобный для чего он нужен но давайте я вам приведу пример как travel фотографа например вы находитесь где-то в путешествие выходите по улице и заходите где-то в какие-то здания так вот вы просто навсего настраиваете одну съемку на например c1 чтобы снимать на улице это с маленькой диафрагмой с маленьким из а с определенным удобным вам автофокусом и вот вы когда зашли в здание для того чтобы вам не крутить не увеличивать iso не не раскрывать диафрагму вы просто переключаетесь на другой режим c2 и спокойно продолжаете съемку вышли опять на улицу вернулись на c1 и так далее c3 можно например настроить на портреты ну все друзья камеру я настроил можно как говорится смело в бой к творческим высотам на этом друзья все я больше чем уверен что данные настройки помогут вам работать быстрее лучше и получать на выходе более красивые интересные изображения желаю вам творческих высот шикарных фотографий всем пока и до новых встреч